Добрый день, доброе утро, добрый вечер, добрая ночь и вообще всего доброго, потому что сегодня великолепный день и все поздравляют друг друга с праздником влюбленных и тому подобное. И нам повезло, что это шикарный и знаменательный день. Мы решили сделать интервью с замечательными девчонками, которые очень классно поют и которые недавно отметились на вечере, который был посвящен тоже весне, любви и тому подобное. И сейчас первая девочка, это Кристина Береговая, и я ей задам несколько вопросов, потому что меня действительно очень поразило ее пение, и она пела классно на английском языке. Вот, и у меня первый вопрос, а язык, насколько вы хорошо знаете английский? Ну, я девушка скромная, достаточно, ну как-то на среднем уровне. Нормально. То есть объясниться смогу. А песню вы именно репетировали, потому что было неплохое произношение? Ну, наверное, это связано со слухом, я думаю. Все люди, у кого есть слух, наверное, они могут просто звуки повторять. Но, опять же, не знаю, насколько хорошее произношение. А вообще, нашим зрителям, нашим слушателям, потому что мы снимаем и видео во время нынешней передачи, им будет интересно узнать, откуда, откуда такая каста появилась в Праге? Ого! Прямо изначально? Где вы родились? С момента зачатия. Да. Нет, чуть-чуть. Ну, где у вас зачатие, нам очень интересно, когда вы уже появились на свете. Ну, таких деталей даже я не знаю. Ну, как это было где-то в поезде или в машине, что вы не знаете, где вы родились? Ну, я предполагаю, что меня нашли в капусте. Я не знаю, сколько, взрослые слушатели радио. Ага. Капуста где, в каком районе росла? Капуста. Капуста росла на Украине. Ага. Вот. Предполагаю. В какой области хотя бы в Украине? Западная, западная. Ивана Франковская. Ивана Франковская. Да. А, ясно. Вот. Значит, вы девочка, я так понял, с частицами польской крови, так? Да, есть такое. Вот, да. У меня прабабушка, она из Польши. Она прям, действительно, полячка была. Угу. Отлично. Это очень интересные люди. Да. Но меня, честно говоря, мне кажется, у меня какая-то такая внешность. Тяжело определить, откуда я. Вот я куда-нибудь поеду, в какую страну. Никто никогда не верит, что я из Украины почему-то. У них шок. Такой эрор случается как. Вы уверены, что вы из Украины? Я говорю, ну да. Как бы. Не, ну, просто потому, что ты выглядишь в таком мультиевропейском формате, который не определяется. В детстве мне вообще расскажу, мне на улице деньги давали, думаю, что я это представляю. Ух ты, у тебя было интересное дело. Я на самом деле очень интересное. Вот сейчас бы так на улицу деньги давали.